Группа Волощука СД давно решила на полуострове Камчатка побывать. Здесь Волощук служил, здесь набирался силы, и на всю жизнь он получил здесь вдохновение заряд. Камчатский край богатый, но суровый, здесь начинается российская земля. Народ живет здесь смелый и толковый, когда здесь утро, то в столице еще спят. Мы постараемся вам показать как можно больше вулканы, гейзеры, овачу, сивучей, китов и медведей, памятник Берингу, Петру и Павлу, губернатору Завойко, и песни вам споем про этот край, про океан и про людей. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Вот скажите, можно ли на Камчатке побывать, а в термальных теплых и целебных водах не покупаться? Мы один раз уже покупались, возвращаясь с Мутновского вулкана, но то было купание, можно сказать, на дикой природе, в необустроенном источнике. А теперь нам захотелось посмотреть, а как тут встречают и привечают туристов, предпочитающих купание в термальных водах, но только в цивилизованной обстановке. Нам сказали, что тут есть и гостиницы, и санатории с обустроенными источниками, с возможностью и поплавать, и попариться, и принять спа-процедуры, и поесть в ресторане, и снять номер, и пожить там. Нам порекомендовали спа-отель «Лагуна», который находится в 30 километрах от города Петропавловск-Камчатский, в знаменитом своими лечебными курортами и санаториями поселке Паратунка. На территории этого отеля есть различные номера в спальном корпусе и есть отдельные небольшие домики. На территории отеля расположен аквапарк с круглогодичным термальным бассейном и джакузи. Есть еще один бассейн с термальными водами, сауной и массажными кабинетами. Рядом находится озеро Микижа с пресной холодной водой, где можно покататься и на лодках, и на досках, и поплавать в чистой озерной воде. Имеется собственный ресторан «Лось и лосось», а также еще каких-то два ресторана, в которых подают и блюда из диких животных и птиц, а также различные морепродукты. То есть именно те продукты, которыми славится Камчатка. Сказали, что это один из лучших спа-отелей, поэтому, положившись на рекомендации наших гидов, мы туда и направились. Для начала расскажу, какие здесь есть разновидности номеров для отдыха и цены на проживание в них. Думаю, что многим это будет очень интересно, особенно тем, кто собрался отдыхать на Камчатке. Здесь есть пять вариантов размещения. Двухместный номер в спальном корпусе, площадь 18 метров, стоимость от 8000 рублей в сутки. И есть разные гостевые домики. Есть гостевой дом «Стандарт», площадь 21 метр, стоимость от 10 тысяч. Есть гостевой дом «Комфорт», тоже 21 метр, стоимость уже от 12 тысяч. И есть гостевой дом «Глазастик», внешнего вида очень интересного. Площадь тоже небольшая, метров 18-20, они не указывают площадь, а стоимость от 10 тысяч рублей. И есть большой гостевой дом, он называется «Идеальный куб». Там может разместиться большая семья или компания, до 8 человек. Площадь этого идеального куба 100 квадратных метров. Там есть 4 спальни, в каждой из которых есть собственная ванная комната. Кухня есть, гостиная с панорамными окнами. И там же дизайнерская мебель, терраса, купель с водой. И еще есть мангальная площадка. Но стоимость кусается от 70 тысяч рублей в сутки. В стоимость проживания всех номеров входит завтрак «Шведский стол». И предоставляется возможность бесплатного посещения аквацентра. В самом спа-центре нас встретили милые девушки, которые радостно улыбались, увидев российскую рок-звезду Волощука СД. И немедленно предложили нам не просто кофе и чай, а сразу же самую лучшую местную целебную косметику. Всякие лечебные и увлажняющие кремы. И конечно же Волощука СД не смог удержаться и приобрел самый лучший женский крем для нашего знаменитого режиссера и продюсера Елены Ивановны. Не пожалел я денег на это святое дело. Потому что вы сами знаете, уважаемые любители рок-музыки, что красота требует не только жертв, но и денежных затрат. Я-то жертвой этой красоты пал много лет назад. Принял этот удар на себя. Теперь остаются только денежные затраты. А это уже мелочь. Это, как вы сами понимаете, уже попроще. Поэтому я взял самый лучший крем. Потому что меня должна окружать красота, которая спасет мир. А после этого милые девушки уже предложили нам и посетить бассейн с термальной водой и их сауну. Прекрасную здесь сделали такую спа-зону. Здесь и сауна, и хорошие раздевалки, и души, и туалеты. Все очень удобно, кресла удобные. Новое все абсолютно. А так всегда получается, когда приходит сюда толковый предприниматель. А здесь как раз предприниматели сменили. Эту базу выкупили москвичи. И поэтому сейчас здесь управляющая компания московская. Они вкладывают сюда деньги, все приводят в порядок. Расширяют номерной фонд. И демонстрируют, каким образом нужно налаживать инфраструктуру и обслуживание клиентов. Чтобы сюда было приятно и приехать, отдохнуть. И глазу, чтобы было глянуть, куда приятно. Чтобы все было в порядке. Поэтому будем надеяться, что Камчатка будет развиваться. И самолеты Москва-Камчатка будут ходить как автобусы. Уважаемый любитель групп музыки. Ну вот четвертый день нахождения нас на Камчатской земле. В этом прекрасном краю. И вот как, скажите, можно побывать на Камчатке и не поплавать в горячих термальных источниках. Вариантов есть много. Но вдовинок гейзера влететь на вертолете больше часа. А то килограмм 200. Поэтому мы сначала хотели слетать тут. Потом передумали. Особенно узнав, что там и не поплаваешь в этих термальных источниках. Откуда будешь ходить и на них смотреть. Это, конечно, красиво, все прекрасно. Но не то, что нам бы хотелось. Есть вот и другие такие вот места, где можно поплавать в термальных источниках. И одно из таких мест, это вот это вот место. Это называется Лагуна. Видите, какое прекрасное здесь обустроили место. Ну, во-первых, недалеко от Петропавловска и Камчатского. Здесь термальная вода, бассейн специальный. Наполнен в нем где-то вода, температура градусов 30. Но не фикоток очень, так и не холодно. Зато это полезная термальная оздоравливающая вода. Вот. Здесь прекрасно сделали комплекс. Здесь есть сауна прекрасно новая. Великолепно пахнет деревом стругами. Класс, мне очень понравилось. Отличная раздевалка, отличная душа, отличные комнаты от отдыха. И здесь, что еще хорошо, мы обратили внимание, хороший ресторан. Но нам так показалось, хороший. Называется Лоси Лосось. Мы там забронировали столик на три часа. А оттуда вы же знаете. Я как эксперт Мишлен дам вам объективную оценку. Но мне нравится. Видите, палубная доска. Приятно босиком походить по досточкам. Все удобно. Удобно вот эти. И народу немного. Если обратили внимание, тут уже пол-то. Раз-два и обчелся. Штут 15, наверное. Ну, 20 от силы. Все. Здесь загрузка вот такая максимальная. И недорого. На человека 650 рублей. Вот. Полотенце 100 рублей. Уважаемые любители рок-музыки. Но здесь, помимо сауны, когда ты разогреешься, тут горячая вода. Сильно не остынешь. А если вы обратили внимание, чуть ниже там натуральное озеро из пресной воды. Холодное. Поэтому при желании можно попариться и туда переместиться в озеро. Занырнуть. И может быть мы так и сделаем. Сейчас пойду плавать и продолжу репортаж оттуда из горячей термальной воды. Так что держитесь там, смотрите, не обожгитесь термальной водой, уважаемые любители рок-музыки. Я сам на себя весь этот риск возьму. С вашего позволения, конечно. Если вы не против. Все, пошел. Уважаемые любители рок-музыки. Веду репортаж из термальных вод. Но участники рок-группы Волчука СД пошутили. Когда сказали, что здесь 30 градусов. Где? Тут нет 30 градусов. Температура воды градусов 27-28. Но стройка здесь продолжается. Если вы слышали, трактора работают. Почему? Потому что люди поняли, что это туристическая Мекка может быть. Не хуже, чем Арабские Эмираты. Сюда надо вкладывать деньги. Поэтому мы сейчас узнали. Они расширяют этот санаторий, эту базу отдыха еще на 200 мест. Прилично очень. Нам понравилось. Все свежее, все новенькое. Познательно нравится. Отдыхать здесь. Я сейчас поплаваю. Нырять не буду. Потому что в термальных водах обычно не ныряют. Уважаемые любители рок-музыки. Это чтобы вы были в курсе. Потому что я знаю, что вы будете меня спрашивать. А ну-ка, занырни в своих очках. Нет. В термальную воду я не ныряю. Я поплаваю. Так что я пошел. Поплыл. Вот так вот. Не. Я пошел. Из моря. Там моряки ходят по воде. А плавает другая субстанция. А я пошел. Уважаемые любители рок-музыки. Докладываю обстановку. Вот так вот отсюда смотришь. Там такая зелень. Все красота. Когда побываешь и смотришь туда за бассейн. А там строительный мусор. На устройку продолжается. Но самое главное, что взор упирается в зелень. И в красоту. В озеро. Это самое главное. Вы знаете. Вы же все киношники. Вы же все уже знаете. Все самое главное. Создать вид. Хороший. Мизансценку выстроить. И сзади хорошим реквизитом все приукрасить. Но это я шучу, конечно. Здесь природа реально красивая. Но пока там строительный мусор. Но недавно его построили. Видите? Свежий бетон. Пойду сейчас париться. Вы не против. Уважаемые любители русских. Вот скажите. Вот вы не против, чтобы волосюка с дек попарился. В хорошей парилке. Еще со свежей древесинкой. С пакучей. С камчатской. Вижу по глазам, что не против. Пойду сейчас. Уважаемые любители рок-музыки. Ведем репортаж. Из сауны. Но обратите внимание. Все свежее. Дерево пахнет. Ну класс. Нам повезло. Мы одни из первых здесь. Потом уже, конечно, все потемнеет от температурки. А сейчас пока вот так. И как просторненько. Видите? В лучших домах. Сауна общая. Здесь могут и женщины, и мужчины находиться. И это нормально. Это хорошо. Но не так, как в Финляндии. Голые мужики ибо выходят вместе. Тут все соблюдают приличие. Вот так. Видите? Волосюка, это же вот полотенечко накинул. Чтобы не смущать вас, уважаемые любители рок-музыки. Но я уверен, что вы не смутились. Вы уже привыкли, что Волосюка предстает перед вами в любом виде. Правильно? Молодцы. Уважаемые любители рок-музыки, выбрался из спа-центра. Вы все представить даже не можете, как я креп. Как я креп и набрался сил. Раз, два, три, четыре. Великолепный спа-центр. Мне понравился. Особенно парилка. Со стеклянной стеной. А перед ней бассейн. С термальной водой. А за бассейном озеро. С холодной водой. Но все как надо. Вот как положено. Понимаете, в России попарился. В холодную воду зонарнул. Потом в горячую, в термальную. И все, порядок. И здесь помимо ресторана. Обратите внимание, вон ресторан стекляненький. Куда мы сейчас пойдем проверять, умеют ли тут готовить. Здесь еще и есть спонтровая площадочка. Пойдемте глянем, что с нее видно. Вокруг идет стройка. А почему, спросите меня. А я вам отвечу. Вот эту базу выкупили москвичи. А москвичи умеют уже быть предпринимателями. Поэтому здесь закипела работа. Видите, это все новое строение. Потому что Камчатка достойна того, чтобы здесь сделать туристический хаб. Самый настоящий центр туризма. Вот это вот парилка. Вот тут. Там она стеклянная. И видно вот этот бассейн с термальной водой. А внизу озеро, где можно и на местных каяках поплавать, и на досках походить. И вон там плавают на лодочках. И люди сидят в столике. Это те, кто приехали со своей едой. Тоже можно диким способом. Видите, даже шашлыки люди жарят. Все, там есть. Идем проверять ресторан. Так что вот такая вот база отдыха. Голубая лагуна. Уважаемый любитель рок-музыки. Идемте. Поработаем по специальности. Будущего эксперта Мишлена. Погнали. Стройка кипит. Видите, все строят. Размещают. Планируют только в ближайшее время, до конца этого сезона, на 200 мест увеличить. Ну, приятно тут. Реально. И погода, и природа. Все вместе. И термальные источники, они еще мало того, что теплые, не просто теплые, они еще лечебные. Особенно для людей с болезнями опорно-двигательного аппарата. Зарубайте там на носу, конспектируйте. Лагуна. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории вам без цензуры. Расскажет рокер Валащу. Расскажет рокер Валащу.